Экстрасенс Экстрасенс прилетела в Санкт-Петербург, чтобы найти Ирину, живую или мертвую. Нам предоставили машину Следственного комитета, вот, и мы начали, я всегда начинаю работать с того места, где человек последний раз видел. Двор на улице Чипыгина. Из этой парадной, согласно первым показаниям Александра Земченкова, 23 февраля 2010-го его жена вышла в последний раз. Информация не уходит, она даже сейчас неприятная очень. Ужасно. Ее уже отсюда вынесли, да. Ее здесь убили? Вы знаете, в чем дело? Это не было запланированное убийство, это была случайность. В 2010 году была информация о том, что было тело выброшено в мусорные баки прямо здесь. Ерунда полнейшая. Мы два раза выходили на берег реки, и я четко знаю, что тело было разделено на две части, его выбросили в Неву, и его никогда не найдут. Абсолютно четко. Вот это наша версия, которая была тогда, и которую я склонна поддерживать сейчас. Никаких мусорных баков, это ерунда. Почему он говорит мусорные баки? Потому что он кого-то прикрывает. Он был не один. По словам друзей, первой точкой, куда привел невидимый обычному глазу след, стал дом любовницы Александра Земченкова. Она моложе его на 16 лет, и насколько известно, она была медсестрой, он ее выучил на врача, помогал ей. Она говорит, здесь живет подруга Александра Юрьевича. То есть они по следу Александра Юрьевича ездили. Обвиняемого сегодня в убийстве жены главного нефролога Петербурга Александра Земченкова тогда, в феврале 2010-го, на эксперименте не было. Экстрасенсы сопровождали следователи и подруга пропавшей Анна Бабинина. Близкие Ирины знали, что мать троих детей, известный в городе врач Акушер, не способна на побег из семьи или, как тогда не исключали, самоубийство. Это возможно в свою цель? Я говорю, нет, ну вряд ли. Ира биофильный человек, она принимает роды, она жизнерадостная. Думали ли тогда о том, что трагедия произошла в доме? Ну да, там много каких-то странных было несостыковано. Экстрасенс Тина Орская практически не знала Петербурга. Маршрут прокладывали по командам, прямо направо-налево. Дорога привела на Серафимовское кладбище. Мы искали ее, и вот ее след был там на Серафимовском кладбище. Я же шла по ее следу. Я иду по ее следу, а не по его. Может быть они приезжали туда, попытались что-то, но дело в том, что это была мерзлая земля. След туда привел на кладбище что-то. К новым могилам, которые просто, ну, свежие захоронения. Возможно, подхоронили в чью-то могилу. Я знаю, что следователи тогда через какое-то время искали там с натренированными собаками, но ничего не нашли, потому что там, ну, та зона, куда нельзя просто так влезть. Это не парк, который можно все перекопать. 11 лет спустя Тина Орская повторяет дорогу, которой они шли морозным февральским утром 2010-го. Сейчас мы пойдем по следу. Они здесь были с ней. Они здесь были с ней. Вот туда. Пойдемте туда. Туда идет сигнал. Вон туда. Вон туда. Ну, там было, где мы были, там были свежие могилы. И мы еще, я сказала, Анна, вставай, там где-то третий ряд могилы, говорю, фон идет, чтобы как-то мне разделить эти могилы. Там были свежевскопанные могилы. То есть там еще можно было чего-то, кого-то прихоронить. Мы все равно приехали к воде. У меня ощущение, что это все в воде. Именно два места. Местом, где вода, которая, по словам экстрасенса, навсегда спрятала тело, оказался Елагин остров. Со стороны Северной аллеи, с Крестовского, экстрасенс четко указывает на другой берег. Там, по ее мнению, были сброшены сумки с расчлененным телом Ирины Земченковой. Где-то здесь, может быть. Вот это место фонит. Место фонит, но не туда. Сейчас посмотрим. Она точно в воде. Сориентируюсь, куда? Вот там где-то было брошено. Вот там. Вот туда где-то идет фон. Четко совершенно фон идет туда. Вон туда. Вот здесь, если смотреть по направлению, вот где-то там. Эти мишки, насколько я понимаю, они были с грузом. Их бросили, их не найдешь. Вы говорили о том, что у него мог быть сообщник. У него женщина была сообщник. А вы бросили в воду вдвоем они? Вы можете это сказать? Дело в том, что кто-то стоял на стремне. Помимо экстрасенсов, в 2010-м Александр Земченков обращался на телевидение в программу «Жди меня». На своей странице писал о тоске по исчезнувшей супруге. Хотя друзья знали, Александр встречался с другой женщиной. Расследование возобновили после обращения отца Ирины к Александру Бастрыкину. Сначала Земченков признался в лишении супруги жизни. Но адвокаты сочли, что это признание было сделано в спорных условиях. Ярлыки вешать нельзя. У нас прерогатива признать кого-либо виновным исключительно принадлежит суду. Еще раз хотим повторить, что все детали воспроизведенного эксперимента с экстрасенсом являются неофициальной версией деталей преступления. Как говорит сама Тина Орская, которая не один десяток лет сотрудничает с правоохранителями, ее дар – лишь инструмент для криминалистов, который может помочь, но не может быть основным доказательством. Елена Болдышева, «Степень защиты».